Проходим пункты оплаты и мчимся дальше. Хотел луну увидеть, но вчера были тучи, дождь. На рассвете видим. М4 в 5 часов более-менее свободно. Отдельно снимал на телефон, как мы объезжаем Аксай, а сейчас хотел вам показать первый указатель на Сочи. Он именно здесь, на съезде с объездной Аксайской. Дальше Сочи будет мелькать эпизодически, но это первый указатель на мой город. Ехать и ехать на самом деле до него. Отсюда почти день пути с учетом серпантина. О, сколько машинок отдыхает и продается. Мы помним эту дорогу, которой она была еще 10 лет назад. 10-15. Это прямо жесть. Здесь стояли... О, луч отель! Здесь стояли в таких пробках. Луна стала четко над головой. Улица Ленина, Маяковского. Какие чудесные названия. Итак, наша любимая трасса М4. До Краснодара остается чуть-чуть... До той точки, в которую мы едем, в Краснодаре остается чуть-чуть больше 320 километров. Ну что, друзья, здесь, по идее, можно было бы закончить наш видеосюжет, связанный с поездкой от острова Альхон на Байкале до города Сочи. Но нет, мы просто на границе Краснодарского края, безумно этому рады. Наконец-то, наконец-то, родное свое! Вот, нам до Сочи осталось еще через Краснодар, Туапсе. Ну, в общем, много остановок по пути. И я думаю, это займет еще дня два, на самом деле. Не 500 километров, как указано на указателях, а намного больше. Потому что будем колесить по краю, заедем к Дочи, заедем в Краснодар. Но самое главное мы сделали. Мы дома. Густой-густой туман окутал Кубань. Едем сейчас до поворота на Краснодар. И вот это гигантское облако туманное сопровождает нас уже минут 10. Через 16 км поворачиваем. И уходим в сторону запада. Едем теперь на юго-запад. Сейчас двигаемся на юг. Строго на юг. И там уже до Краснодара остается, ну, прям совсем пустяк. Два часа ходового времени. Планируем, что в 9.25, ну, в 10. В 10 мы точно будем дома у Аленки. Пока не у себя. Пока до Сочи ехать. Романир 179. Скорость потока снижается из-за огромного количества грузовиков. И платный участок. Последний. Последний платный участок. Там рублей 200 было. 250, да. Не видны красоты Кубани из-за этого облака. Ну, ничего. Главное, мы уже здесь. Здесь у нас новация, с которой мы в том году еще не ездили. На дороге нанесены стрелочки. И стоят указатели. Две стрелочки, дистанция. Между стрелочками, я так понимаю, метров 60-70, наверное. И вот надо держать дистанцию. Больше 100 метров от автомобиля. Прикольная идея. Ну, это когда у вас скорость хорошая. Выселковский район. Отлично. Залитый солнцем. Вон он, Краснодар, виднеется на горизонте. Все, мы в столице. В столице Краснодарского края. Через каких-то 6 километров мы поворачиваем до горячего ключа ехать. Ой, час, наверное. Если не больше, сейчас с пробками со всеми. В общем, мы мимо садов едем в самый жаркий город нашей страны, судя по последней неделе, который расположен ближе к солнцу, чем вся остальная земля. Это просто, понимаете, мы сравниваем с Екатеринбургом. Мы выезжали, было плюс 11. Плюс 11! Друзья, у нас феврале так. Это прямо зима. И наконец мы дома, где Плюс 11 будет только В феврале опять Ой, классно Мы даже не обгоняем уже никого Через каких-то Полчаса А, ну с учетом того, что мы в пятерочку зайдем Что-нибудь на завтрак себе купим Вот нам Ехать минут 40-45 Все Приехали в Краснодар Встали у дочи во дворе Дочь пока, кстати, у нас в Топсе В детском лагере Работает педагогом, напомню Сфоткаю вот так вот ей, чтобы отправить С приколюхами О, Танюшка там уже что-то разбирает, собирает Вот она наша машинка С пылью острова Ольхон Вот эта вот пыль на ней Это еще с острова Ольхон Стоим в знаменитых краснодарских пробках Раннее утро Час пик Поэтому на выезде из города Желтая вся улица Любая Любая улица желтая Вот встречка Это въезд в город Поэтому Люди едут счастливо И дальше на светофорах постоят А мы Стоим Двигаемся Ну, вроде Желтая Только встали Уже на мосту Горячо-Ключевском Обычно там около минеральной воды Пробка начинается А здесь прям, смотрите Мы даже до середины моста Медленно еще Ну, пододвигаемся Собираемся в кучу Так что нормально едем Стоять всего полчаса будем Ну, может быть, чуть больше 9.28 сейчас утра 9.28 Ух, как Ростикс Себя позиционирует Глянь Глянь Глянь, мамка какая активная Участок дороги Поднимаемся К горячо-Ключевскому перевалу И тут прям Плотничком Даже стоим Представляете Количество людей Которые едут на юг Оно просто Огромно Ну, в феврале Совсем другая ситуация Да ладно Даже в июне Совсем другая ситуация А здесь Это мы еще встречку Ну, вот Встречный поток идет Сейчас мы туда Ближе подъедем К Дефановке И увидим Сколько машин идет На встречу Там наверняка Будет еще и пробка Огромная Джугни Наверное Один из самых Любимых Наших моментов Вот оно Черное море Спустя 26 Дней Мы снова Его Видим Вот так вот С берегов Байкала На берега моря Приехали в Туапсе И вот это соседство Меня, ну, оно Всегда удивляло Фея Веракин Напротив НПЗ Ну, наверное Россия Мы ничего не боимся Вон наша дочь Пошла Мальчишки ее Встретили Студенческие отряды Солнечный берег С чудесной Расчудесной Автобусной Остановкой В общем Друзья С дочью погуляли По Туапсе Сходили в магазины А вот теперь Точно едем Домой Вечером Встали Перед Небугом Пробка Достаточно Большая Все удивляются 4 часа На 159 км Угу Ну, стоять будем Скорее всего Часов 5 Еще Туапсинская Сейчас Час пик Туапсинскую Тоже будем Ждать Долго Ну, это Обычная Ситуация Это Сезон К нам На юг Едет 7-12 Миллионов Человек Естественно Все стоят Одна полоса Никуда Не денешься Мест Нет Это вот Обычная История В сезон Напоминаю Сезон Слушай, нам надо Окна вообще Помыть Такое чувство Как будто Они у нас Несут еще Орехонскую Свяйту Ой Еще Орехонскую Пыль Мы когда Сейчас Аленку Отвозили Назад Из Туапсе Вот Этого участка Пробки Не было Может быть Что-то Случилось Штурма Там Ничего Нет Не знаю Эх Штурма Ну уже Все Короче Типа Дорога Своя Родная Не следим Вот так Стояли Пробки Ехали Ехали И вдруг Впереди Фура И Что там И какая-то Машинка Не поделили Дорогу Внезапная Авария Но Он в слепой Зоне Был Как Как Так Он уже Не Видно То есть Грузовик Его просто Не видел Это Естественно Они Даже Вешают Вот Здесь Сзади Иногда Бывает Висит Такая Наклейка Симпатичная Слепая Зона Не Видно Водитель Не может Его Физически Увидеть В таком Положении Жалко Конечно Очень Ладно Мы Видели Более Жестокие Аварии Это Так Пустяк Он Даже Вылезти Не может Через Переднюю Ага Все Друзья Мы Дома Полночь Адлер Еще Стоит Заканчиваем Видеосюжет О том Как Доехать До Сочи От Байкала Наше Путешествие На этом Закончилось Планируем Следующий Год 2025 Ну что Друзья Краткие Итоги Нашей Поездки В километрах В метрах И в часах Итак Мы Проехали 14 374 Километра Почти Это мы Уже Днем Снимаем Следующего Дня Когда Выспались 14 14000 Цифры Просто Не Помещаются Запас Хода О Как ошибка 404 Датчики Так и Горят У меня Время В пути 221 Час 50 Минут 221 Час 50 Минут 9 Суток Безмалого Безмалого Средняя скорость Путешествия на Байкал 71 Километра в час Но это С учетом Всех Стоянок Все Вот так Вот он Главный Показатель 14374 Километра Обал Беть Это Очень Много Я считаю Ну и Наконец Сочи Стоим Под Бананами Сочи 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 Класс Всем пока